добрый вечер дорогие друзья подписчики зрители канала и так ребят начинаем новое прохождение некая игра сома кстати говоря по вашим советам специально не интересовался что не интересовался что это за проект поэтому будем все по месту изучать самостоятельно следовательно подобные игры ну то что хоррор это ясно то что хоррор так вот режим игры обычный первым делом выбираем режим игры естественно чудовище могут вас убить прячьтесь от них чтобы выжить такой игра задумывалась самого начала ну как-то все очень не внушает доверие на чудища могут вас напугать чудовище но не убить краса не нужно вашей жизни ничего не угрожает ну и все что ли обычный но принцип ясен думаю для вас кто внимательно смотрит мои мой подход во первых мы самостоятельно все это сюжет нарисуем своей голове то что автор задумал естественно поймем плюс ко всему ну давайте начнем ко всему прочему еще дополним поэтому там нисколько нам так реальность это то что не исчезает когда мы перестаем об этом думать филипп дик хорошо задумал сам он все в порядке окажется кровь и не так смотрим и ничего страшного просто из мозга все время кровь идет после аварии вот возьми но это не пригодится потом для сканирования она зеленая не нужно кое-что тебе сказать сами только не надо делать из этого нет нет я совсем про другого ну почему именно сейчас кто такой дэвид минш она зеленая слышали сказал у него после травмы головы так видим какая-то авария случилась да ладно сейчас поймем так где мы оказались дома дам всем проснулся и надо видимо нам на трубку телефон взять в руки первым делом поговорить на так осмотр себя чувствитель не главное как обычно с настроем под себя да я не сплю здравствуйте Саймон Джаред да это я меня зовут Дэвид Мунш мы договаривались сканирование да я помню у вас все в порядке да 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 сон плохой приснился сегодняшняя встреча в силе да я поэтому и звонил хотел вам напомнить чтобы вы выпили марки так снимки получится гораздо лучше не волнуйтесь он у меня где-то рядом отлично тогда до встречи через пару часов хорошо до встречи так интересно все складывается достаточно интересно так ну что мои родные вы готовы погрузиться в новый мир новая атмосфера новые идеи новый посыл еще раз повторяю я не интересовался мои дорогие что это за игра намеренно это сделал так чтобы нам вообще с вами только самостоятельно все это постичь все тайные смыслы то есть хоррор наполненный тайными смыслами подобные проекты будем проходить на канале куда же я положил свой маркер так ну взаимодействие с предметами пока естественно все то же самое как в разных других это для нас не проблема давайте немного осмотримся по дому погуляем внимательно маркер подождет и соответственно прочувствуем атмосферу первым делом радиоактивный маркер где же ты предмет можно вращать ну ладно это мы конечно разберемся по ходу дела да то есть соответственно предмет и все то же самое взаимодействие то есть как я вам отмечал то что игры подобные вот наблюдателю это что-то можно конечно даже сравнить видимо я так думаю не знаю насколько сравним эти два проекта ну пока ведь по зима поэтому на по взаимодействию в принципе что-то схожее да и движок по моему халфы тоже самое так чтобы вращать объект так на крючке робин маккона так 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 вот он какие-то ужасы читают ночью на перед сном так чтобы прочитать давайте поймем вообще что он за книги читают марка диана миллер и наконец-то нашли время на отдых им удалось сэкономить достаточно денег что вы всей семьей выехать на гавайи в отпуск о котором они так долго мечтали но когда первый день отпуска подошел к вечеру и на 2 и кике и стал стало заходить солнце райма марка и дианы превращается в настоящий ад их опутывают тысячи тонких струн вышедших из глубин океана кричащих от ужаса пловцов медленно затягивают в темную бездну а вместе с ними в плен жутких щупалец попадает и их семилетний сын чарли роман на крючке полон мистики и жутких тайн оторваться от этой книги просто невозможно особенно ему в его положении такие книги читать на если мы все правильно поняли да я думаю сканирование мозга действительно культа аварию попал но сейчас на на крючке погулять по квартире и прежде там куда-то двигаться смотреть все внимательно на думаю мы с вами выясним что на самом деле случилось то есть такие проекты подобные наблюдатели не только там вот эти вот страшилки я вообще не хочу даже к ним притрагиваться подобные там где только пугалки страшилки нам надо именно чтобы они наполнены какой-то какой-то посыл автора был в смысле разработчика так давайте немного чувствительность уберем я люблю плавность линии чтобы вообще все плавненько было имею ввиду головой не дергал картинка соответственно вам для просмотра лучшие мне играть я успевал все рассмотреть заметить все на во время то есть нам надо же именно хоррор такие чтобы какие-то автора да там идея мысли задача у разработчиков имеют посыл какой-то творческий свою собственную мысль в этом плане развить они просто там знаете какие-то скримеры вот это вот детский сад нам надо именно с каким-то идейным подтекстом игры вот это одна из этих игр как я понял но это вы мне так отписали и обязательно ее помните да попробуй вот мы к этому с вами дошли так саймон джесси кажется у тебя были какие-то планы на этой неделе да или на следующий короче ты там на почту мне напиши или еще как давай не скучаю сообщение закончились у него память как у аквариумной рыбки я ведь ему даже письмо отправил ладно хорошо джессика рифанова на друг сообщение ему отправлено после травмы ничего не помню видим у него головной мозг пострадал если он на машине авария муж какая случилась на ему надо идти в больницу выпить какой-то маркер нам доктор позвонил ну соответственно для сканирования понятно что за маркер там сканируется совсем по-другому делается сканирование через лазерные технологии специально это да тем более соответственно я думаю это время какое у нас здесь представлена в игре ну то есть современной видимо видно что современное время наше временно так вот среди 9 диск можно даже телевизор ключи до мощная дачи посмотреть может быть то джон хью коррумпированный полицейский работающий в гонконге однажды его жизнь круто меняется он встречает эмбер таинственную иностранку которую держит в плену триада золотого дракона приготовьтесь к запрещенным приемом ведь герой предстоит героем предстоит сразиться с триадой полиции даже сверхъестественными силами откуда-то из-под земли ухты приготовьтесь к мощной отдачи супер а мы можем подключить этот диск и не судьба приготовьтесь к мощной отдачи телевизор у меня теперь голова болит еще сильнее спасибо мозгу тогда мозг у меня болит у него болит ему снизили какие телевизоры там в игры компьютер молодой парень видно на сразу ну то есть там среди то есть подросток даже не подросток муж лет двадцать там чуть больше карта разума альберт айзексон ухты мои родные вот и пошла глубок глубом так ладно труд по анатомии человеческого мозга положительно отмечены критиками за доступность и содержание в нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания вот и что хотел сказать глубоко глубокомысленный подход пошел узнаете как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнивать с компьютером а также множество других улики увлекательных фактов в этом издании включены даже совершенно новые две совершенно новые главы развития мозга и его влияние на наше поведение на разных этапах жизни вот что-то подобное поняли да не вот эти вот всякие разные настоящие осмысленные проекты то есть разработчик если делает он соответственно не просто там чтобы напугать только задача напугать соответственно юзера геймера как угодно но соответственно какую-то мысль донести посыл идеи подобного как наблюдатели мы кто смотрел то же самое здесь давайте осмотримся ну кстати говоря картинка радует на приятный такой внешний вид ну я имею ввиду по ходу это на халфа халфой короче отдает пахнет за километр запах алфы мы чувствуем ну и соответственно видимая атмосфера будет тоже насыщенная игра атмосферы я не сомневаюсь уже первое впечатление таково так вот у него фотоаппарат может быть даже какой-то журналист он работает молодой видите снимки различные там для газет для журналов может быть да делает так вот у него фотографии пошли так мы будем постигать мои дорогие сейчас напитываемся атмосфера пиво первым делом первым делом мы с вами так что это такое это у нас какой-то насекомое то есть видите да соответственно может быть даже биологом что ли какой-то там не знаю или просто это типа такой подход творческий на решил заснять в таком ракурсе насекомое так здесь у нас чашечка с молоком тоже на как все смотрится это культурно приятно на взгляд внешне и вообще картинка мягкие тона такие как бы все пока на уровне ну то есть нам я всем нравится я думаю на так кружки разбрасывать ни к чему конечно так чтобы открывать двери различные ящики нажимайте отклоняйте все это мы поняли давайте кружку так тихо шторы от камень лето уже скоро надеюсь оно будет хорошим и мне повезет больше на лето уже соответственно скоро лето у него головная травма работы много не в проворот видите там ноутбук стоит точно какой-то фотограф что ли мы сможем зайти в этот ноутбук на сейчас только кружку на место положим то есть вот такой вот подход мои родные то есть соответственно у нас три прохождения на канале и подобные игры обязательно тоже мы будем с вами учитывать именно чтобы имеют смысловая нагрузка не просто скримеры вот эти вот кошмары не хотя это тоже не помешает ну плюс ко всему прочему мы естественно могли с вами постичь и какие-то тайные смыслы но если так можно выразиться так вот и нет туалет отдельно какой-то видимо подросток да там чуть старше 20-25 может ему живет отдельно там какая-то девчонка у него до попал в аварию может быть раз у нее травма ну по начальному ролику я так сделал попал куда-то в аварию вместе своей подушке подруга интересно выжила нет его если действительно попали в аварию так вот крем для бритья то есть и живет отдельный там встречаются они несколько раз в неделю каждый своей жизни живет он видимо фотограф да занимается для журнала какие-то фотографии делает статьи может быть даже пишет и вот с ним приключился такой казус ну давайте так вот самостоятельно проследим сюжет начальный уровень да проанализируем что мы поняли соответственно как то так да то есть попал в аварию сейчас у него соответственно проблемы огромные проблемы во-первых на работе там ждать не будут надо уже вовремя сдавать это статьи эти статистике да не был заставлять доктора ждать приму душ после а у него нет у него соответственно сложился вот такой вот казус ему надо сейчас восстанавливаться долго головной мозг сканирование посмотреть как процессом выздоровления проходит да отправимся в больницу может быть так что еще интересного ну видно да сразу что квартирка холостяка там односпальная кровать видите да отдельно то есть молодой парень мы сразу понимаем что это молодой парень живет отдельно там ну то есть от родителей может снимая даже жилье она предположим так что это такого там где-то дополнительно учиться да и подрабатывает там для журнала для фотографий так скорее выздоравливая с любовью мама на предположим учиться плюс еще дополнительно подрабатывает делает фотографии для каких-либо изданий там сейчас мы наверно сможем просмотреть его ноутбук и там мы все выясним то есть видите да у него такой подход это своеобразных фотографиям то есть он к такие моменты показывают что вроде бы неожиданно да для допустим не каждый поймет какое что он хотел этим сказать ноги насекомое она тоже творческий человек отсюда может сделать вывод что парень наш молодого возраста с творческим потенциалом ну то есть такое соответственно всем интересуются таким вот вещами не имею ввиду на которые могут ему позволить как-то развиваться в плане самостоятельных творческих моментов и соответственно не обижен короче говоря в этом плане так вот это что может быть фотографиям скорее всего которую он сделал каких-нибудь там телезвезд короче опять все объясняю видите да все объясняю на наш ладному все время правильно объясняют мои дорогие я же все время вот природный какой-то ландшафт может быть даже ему журнал поручил там для природный какой-то издание соответственно он делает снимки да и получать за это дополнительный процент и помимо всего прочего еще заканчивает вуз предположено вот смотрите молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города пятница 10 апреля пятнадцатого года торонто вчера на перекрестке булл-стрит из падина роут водитель внедорожника проехал на красный свет и врезался в другую машину как выяснилось позже и отвлекли находящиеся в машине дети все трое делались ушибами второй машине повезло меньше внедорожник ударил со стороны пассажира и 23-летняя шли холл получила травмы несовместимость жизнью она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи водитель друг погибший 26-летний саймон джаррет выжил на получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга но все правильно вот так вот мои дорогие водитель внедорожника чью имени раскрывается полиция уверяет что случившиеся несчастный случай избежать аварии было нельзя все правильно мы думаем то есть подруга его погибла 23-летняя шли холл саймон джара 26-летний парень ну яс то есть видимо только закончил вуз где-то по журналистике занимается за какие-то работы соответственно вот может у него пальницы говоря он потерял память отшибло да раз он вещи все напоминания вот это вот сейчас надо еще пойдем к врачу поймем все нюансы и тонкости этой травмы так здесь у него очки наверное какие-либо соответственно так вот журнал тоже мир кино главный журнала кинематографии летние блокбастеры японская анимация пик славы трюки против компьютерной графики что такое бутылочное кино интересно все очень интересно статья что такое бутылочное кино мои дорогие это кстати я слышал но я не помню я слышал слышал такое коня понятие бутылочное кино это не игровой термин то она действительно есть такой стиль до подход я имею ввиду бутылочное кино так ладно это мы поинтересуемся кстати говоря надо будет поинтересоваться мне даже самому интересно так а вот смотрите мои дорогие мои родные это у него действительно кого-то фотограф на объектив соответственно все как надо наш парень серьезный чувак где-то с ему я думаю делает фотографии природный ландшафт снимает действительно может для журнала сейчас мы посмотрим внимательно ноутбук почитаю ну пока радует до кварти картинка я думаю все приятные тона такой half а движок да судя по всему и соответственно довольно таки все в принципе в плане не имею ввиду графики да и в плане но стандартный принципе сейчас ведь такого нет что вы уже давно причем на принципе сейчас не проблема наклепать игру так смотрим сообщение входящий дэвид мунша сеанс на нейрографии 30 апреля 15 год спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании сканирование будет проведено в лаборатории пассе в торонто но поскольку мы не можем влиять на их расписание заранее предсказать время сеанса трудно я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами когда время будет подтверждено искренне ваш дэвид мунша ухты врач какой-то там ему предложил участвовать в нашем исследовании связанным кстати говоря с головным мозгом вот тут вот видимо стайные смыслы что это за сеанс на нейрографии чем он закончится для нашего героя нам предстоит узнать уважаемый мистер джаред но я так думаю сейчас про посмотрим я рад слышать я рада то есть слышать что головная боль мучает вас реже последние анализы показывают что ваш мозг постепенно восстанавливается но по-прежнему трудно сказать наверняка когда он справится с травмой полностью кровотечение будут продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полостей чтобы не создать избыточного внутричерепного давления поскольку продолжительный стресс может привести к смерти я выписала вам пара вазин чтобы проще было справиться с кошмарами пожалуйста знакомьтесь с инструкцией применения и следуйте ей да особенно если учитывать то что он такие книги читать на крючке на ужасы там по-моему провозин не поможет до встречи на следующей неделе искренне ваша доктор эйрин пик ухты но наверно отложил книгу сейчас пока ему не до чтения так вот привет джесси ох забыл нажать отправить а вот письмо стена выходной в субботу джесси гримуар привет джесси поскольку ты наверное уже забыл я напоминаю что завтра иду к доктору то есть меня на работе не будет это значит что тебе надо будет прибыть пораньше чтобы открыть магазин и распакуй пожалуйста те коробки за прилавком хватит о них спотыкаться вообще знаешь книги продаются гораздо лучше если их поставить на полочке где люди их видят удача она тебе понадобится сайма а ну даже так можно же он владелец магазина книжного на какой-то владелец или вместе продавец там они друг друга сменщики его ну хорошо пусть будет так я конечно думаю что-то посерьезнее там какой-то журналисту так мы отправляем почему не давайте наверно так дэвид монши отправить до управляем ему это сообщение лучше поздно чем никогда так отлично с этим разобрались свой личный магазинчик парни 26 лет некий саймон джаррад и его девчонка попали в аварию он получил не сами она получила несовместимый жизнью травмы соответственно умерла а у него головной мозг пострадал на общественно кстати говоря что там за препарат какой-то найти нам попросил найти препарат прежде чем сканирование мозга мне вот это вот затронул момент мы предлагаем вам исследовать тайны головного мозга попрошу принять участие в исследовании учитывая что у вас тяжелая форма заболевания тяжелая форма травмы и не сами практически да там критический момент мы предлагаем пройти исследование возможно это этот новый подход вам поможет да как там доктор написал если быть точным поэтому это очень такая деталь которую следует отложить нам пока в память так тут только фастфуд надо что-то посерьезнее купить потом на обратном пути так а что у тебя там ух ты макароны не макароны спагетти с овощами и какая-то котлета да отбивная там гарнир какой-то да ну а чё неплохой в принципе только фастфуд ну естественно фастфуд а в принципе почему бы и не на сотрите там спагетти с этими на там сперц перчик там чё там я кстати есть захотел ребята пора завязывать съемку поведу к очень перекушу наверно и мы продолжим вас эти у него пицца есть можно пиццу заказать какую-то с грибами там замутить на чё закажем пиццу ребят хорошего час когда кстати говоря травма нас головной мост и вообще ничего есть не хочет я тошнит постоянно конь был такие моменты кто знает допустим на собственном опыте прочувствовал первых чувствуешь себя головокружение ну вот эти все нюансы точно встретили спагетти с овощами и какой-то отбивная или гарнир там дома ну то есть подливка типа там не яс одинокий парень на естественно без живет дельно от родителям только снял квартиру предположим или это его отдельное на личное жилье ну жалко конечно то что девчонку не попала несовместимой жизнью травма получила это конечно еще больше повлиял на его психику и соответственно плюс еще головная на физические увечья вот эти мозга головной мозг это сейчас может кардинальным образом сыграть огромную роль в ходе следующих событий так ну давайте ладно не будем загибать а лучше выпьем вот видимо есть этот маркер пока мы не будем ничего с вами загибать на просто выпьем маркер и отправимся наверно к врачу да отправимся к врачу ну то есть видите картинка все то же самое все те же на манеже чем-то похоже на молоко но на вкус как монету лизать а чё ты хотел это тебе не ну то есть это тебе не это то есть картинка радует пока все приятный на взгляд стандартный подход типа как я говорю движок халфы судя по всему на атмосфера однозначно будет в игре это уже ясно видно и понятно но а тайные смыслы идеи которые здесь нам открывают разработчик мы в ходе поймем но самое главное чтобы никакого разочарания у нас не возникло но я думаю все будет хорошо ладно так это что такое думаю все будет very good пока мне нравится внешний вид ими на все сделано пока на уровне на ну я даже не знаю что еще можно тут отменить в плане имеет пока только смыслах еще рано говорить естественно идея да он остался один подруга погибла соответственно сейчас идем на исследование обследование головного мозга так отправить напоминание джесси отправили забрать лекарства забрали цветы для похорон а вот вот это вот не сделали но это в ходе сделан а видимо так ну хорошо отправляемся ребят покидаем свою квартиру и отправляемся к доктору проходим сканирование мозга смотрим как наше общее состояние как он вообще еще на ногах так выключаем свет стоит даст такой травмой стабиль тяжелый не соответственно но наверно какое-то время прошло так ладно смотри на это уже через какое-то время мы смогу с вами наблюдаем процесс так этому в поезде на стадии как интересно сделано так осбуд следующая станция осбуд бомжа какой-то там материться на жизнь все у него плохо подруга сидит там скучаем и нам по телефону звонит джесси отвечает джесси привет сами получил твое письмо хочу пожелать тебе удачи и сказать что все нормально я больше всего спасибо что я еще зайду после сканировать ну зачем мне мэти поможет а ты еще не знаешь он переходит на поведение в отдел комиссии на место эши ну да понимаешь да все нормально место божили теперь отдел без продавца она все равно не вернется но это у него подруга за работу что ж удачи надеюсь там как-то придумает что делать с твоим умирание умеешь ты подбодрить конечно но что я тебе буду сказать ладно давай джесси до встречи не сожги там все без меня все давай мой друг то есть у него даже какое-то умирание идет процесс угасание мозга очень серьезная мои дорогие травмы не просто там какой-то удар на кровоизлияние постоянно из носа кровь течет из раны там не знаю постоянно кровотечение какие-то плюс умирание мозга это очень сложная процедура вот для восстановления поэтому ему видимо предложили некий исследование пройти доктор мунч это я так думаю опять предполагаю будем смотреть для восстановления умирания мозга если у него действительно там клетки мозга умирает нейронные связи прерываются и мозг угасает помните я вам наблюдатель объяснял рассказывал а где все я думал тут меня кто-то встретить сушить у них какой-то ремонт кто тебя встретит вообще куда-то пришел приятель это он куда-то пришел к доктору мунши видимо тот которому про исследование напела биометрикс ухты биометрикс это не очень хорошо все что связано с биометрией да некая переживаю я же не ошибся это мы затронем эти темы все дэвид мунши звонит так позвоню ка я мунши отлично я телефон выключил а цикл а когда гадоша он он скорее до выключил так и что а код код где мы код возьмем будем осматриваться какой-то код где-то там наверно на регистратуру надо подойти там чем найдем на биометрикс вы видите да биометрия честно не какую-нибудь чип ставят мозг для поддержания нейронных связей дабы мозг не угасал а что как вариант новые технологии мы предположим нейрончики там у нас нестабильны на соответственно ему надо куда-нибудь мозжечок туда в гипофизм на рядом воткнуть чипик и будет у нас чипированный чудачок но зато живой на так смотрим код есть вон какой-то я вижу 2501 2501 не знаю код это не код так а если выключить свет давайте рассмотрим там не очень-то и видно внимательно цифры есть еще ким кто-нибудь видит от 56 и 2501 на 2501 может быть и то есть код надо внимательно еще посмотреть не спешит нам никуда внимательно все смотрим так подключаем свет в компьютер можем ноутбук стоит стремному залезем почитаем на так ух ты вот теперь подробно пробуя ошибки уберите скальпель мозг может вылечить себя сам мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью позволяющему компенсировать последствия травмы даже залечивать их объясняет пол берк аспирант нейробиолог йоркского университета в торонто именно это качество мозга и надеются использовать берк и его коллега дэвид мунш изучающий кибернетику главное заставить мозг делать то что нужно мы надеемся добиться это про этого простыми методами тренировками терапии курсом приема слабых лекарств но мунш и берк не пытается найти панацею их главная цель найти оптимальный подход каждому пациенту лечение они начинают с обследования больного и составление так называемой нейрограммы накодзимы это как картина на которой указано направление объясняет муж в отличие от статической томограммы нейрограмма может показать направление развития мозга опять же все связано основной нас наш мозг основная его функция жизнедеятельность это мозга так раз нейрон видите все мне даже не надо ничего сейчас я вам лекцию я же говорю нейрограммы не сколько томограмма нейрограммы основные связи нейронной цепи разрываются мозг угасает умирать что и случилось нашим пациентам ну предположим это скорее всего так и есть вот увидите по формуле видите формула шестиугольник соответственно все вот это вот нейрон да нейронная цепь разрушения пробуя ошибки а вот дальше речь конечно идет не долгосрочном прогнозе а нескольких ближайших миллисекундах но создав правильную компьютерную модель берк и мунши могут испробовать на ней разные виды лечения не рискуя нанести вред мозгу мы можем сымитировать передозировку болеутоляющих во время марафона говорит берк это просто компьютерная модель мы можем позволить себе сотни неудач в лечении но сто первый способ будет верным это оптимальное решение найденное при работе над симуляцией можно будет использовать в лечении настоящего пациента их проект пока что находится на ранней стадии но он уже привел к себе внимание лаборатории пассея руководство которой пообещала выделить исследователям оборудование и рабочее место получить такую поддержку большая удача говорит берк 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 теперь нам остается лишь перейти от разговоров настоящей работе сам берк сказал значит все будет хорошо то есть создают компьютерную симуляцию погружает ваш мозг туда и вы соответственно присутствие в этой симуляции создаете нейронные связи проходя те или иные этапы самой же симуляции отождествляя соответственно этой устанавливаете куда программу цепочки соответственно подключается к какому-либо чипу ну предположим который позволяет восстановить все эти связи и мозг продолжает жить какой-то определенный промежуток времени если он допустим в ходе болезни получил там степень что соответственно этот чип позволяет на продолжить жизнь дает дополнительное время на для чтобы мозг функционировал вот какая-то такая технология может быть даже сейчас мы с вами это поймем вообще-то никого я не вижу где код код 2501 наверно там эти цифры сейчас еще мы почитаем залезем в этот ноутбук то есть много теперь вы поняли о чем я вам говорил не просто там какие-то страшилки чтобы у разработчиков был посыл идеи подобные там для рассуждения так дэвид мунша пора сканировать пол ты где у нас есть несколько часов саймон джаред у меня надо делать сканирование я видел твой твой ноутбук устойкой администратора ты уже здесь срочно позвони мне дэвид мунши так дэвид мунша где-то здесь наверно соответственно так вот дэвид мунша приготовить приготовь все привет пол я поговорил спасая насчет того чтобы воспользоваться лаборатории на этой неделе мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу не так много конечно но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора так мы сможем запускать модели на компьютерах а если вдруг у них в расписании появится окно сможем тут же получить доступ к сканеру я подумал что можно прогнать завтра кое-какие тесты например отсканировать друг друга чтобы опробовать оборудование по идее это не так сложно а в пятницу я надеюсь доктор эрин пик уже пришел кого-нибудь у нее есть пациент кстати говоря недавно попавший в аварии вот и мы займемся это будет гораздо более интересный подход опробуем нашу аппаратуру насколько мы достигли успехов то есть да то есть какой-то видимо симуляционный подобно тому как наблюдатели шли мы надевали и отправлять виртуальную симуляцию то же самое здесь допустим нарисовал природу красивую погружаешься в эту природу мозг успокаивается биоритмы восстанавливаются нейроны объединяются допустим так группа нейронов которые более-менее здорово так тихо в лаборатории сегодня было окно к сожалению никто не сказал нам о том чтобы код доступа изменился я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором бэйм чтобы он вступился за наш проект и меня наконец соединились какой-то шишка из юридического отдела пассея которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию мне запрещено указывать код в почте и сам с так что я оставлю его где-то здесь записку с ним на тот случай если мы его забудем пол отлично получается как погружаем мир в эту капсулу да там нарисуем картинки природные там он ты находишься и соответственно успокаиваются биоритмы волновые на и соответственно уравновешиваются этот процесс за счет чип чипа воздействия и постепенно восстанавливая нейронные связи но предположим это данная технология относится к тому что мы наблюдаем так ну скорее всего вот этот и есть код на видите мы уже в начале игры сами продвигаем идея если это так то это стопудово тогда по-другому и быть не может сейчас только такие технологии естественно наблюдатели мы поняли на там они там все в виртуальном застряли то же самое здесь я думаю но и тут они видишь связали идею с травмой головного мозга главного главного героя до странный головного мозга так давай пробуем 251 на 2501 сейчас проверим кстати говоря так он или не так отлично биометрикс но технологии но искусственный интеллект биометрия чипизация чипики помогают восстанавливать а с другой стороны чип через к смотря какой электромагнетический импульс заложен с одной стороны некоторые говорят для наращивания третьей спирали днк это вредно человеку нежелательно принимать чипы ну то есть в себя внедрять чипы дабы он чип за счет электромагнитного импульса искусственным образом сформируют третью спираль днк так бегать нас обучают бегать это искусственная спираль соответственно она будет деструктивно влиять на жизненные биологические основные наши спирали то есть не хорошим образом поэтому нежелательно принимать чипы хотя в швеции практически уже процентов 90 населения нет ну 90 это я загнул по крайне тех которые работают в компьютерных каких-то сферах предприятиях да корпорациях там предприятиях у них все уже на входе проверяют соответственно все они чипированы различные заведения вы об этом и слышали думаю уже чипов гоняет там какое-то заведение в баре в том же я даже смотрел видео человек проходит руку преподносит у нее там с чипа считывают у нее там кредитная линия его денежная линия и вот и вот эта игра кстати нам тайный смысл и посыл разработчиков по яду и уже можно понять по поводу биометрии что это скорее так вот фотография интересная скорее всего будет с этим связано эту тему с вами об сосем так хорошо поехали смотрим что здесь подробно на с вами обсудим то есть электромагнитное излучение для человеческого днк вредным считается поэтому нам нежелательно вживлять чипы внутри организм мать о чем чему я вину если здесь эта тематика представлена я уже это понял они хотят ему чип какой-то поставить или же даже симуляцию начале виртуальную проведут для восстановления мозга как он себя будет чувствовать до нейронных связей а потом по итогу так чтобы это поддерживать восстановление временное да как ты находишься в симуляции потом когда ты уже выходишь из нее естественно связи опять теряются надо оставить какой-то электро электро чили ну то есть магнетический чип который влиял постоянно импульс этот поддерживал и имел дистанционное удаленное управление то есть подключение к этому чип вот вот увидите все наглядно то о чем я говорю восстановление полушарий задние задние два полушария правая левая передние полушария насколько череп правая передняя задняя сзади тоже на два полушария делится мозг ниже мозжечок гипофизарная ямка по центру и гипофиз в центре головного мозга там чуть ниже в клиновидной кости это тоже подробно объяснялась помните наблюдатель клиновидная кость там есть турецкое седло гипофизарная ямка там гипофиз он это гормональные железа гипофиз гормональные железа выделяют определенным образом для структуры вот на влияние для ну то есть белки чтобы белки взаимообмен белкового содержимого клеток всех правильным образом сбалансировано проходил за это отвечает гипофиз человек который находится в центре вот центральная нервная система подводится как раз таки туда к центру гипофиза это все он гормоны выделяет белки вот это принимать основное участие формирование до импульсы подает как правильно распределить распределять все клетки bio все наши частицы чтобы обмен этот был правильным образом понимаете гипофиз соответственно туда подключаем чуть не туда конечно там рядом на предположим они делают так хотят час сделать для человечества в руку это ладно а там чем мозг вот что что мы сейчас будем наблюдать рядом на чтоб он отдельным способом влиял и нарушается белковый обмен если будет электромагнитное влияние понимаете нарушается так ладно этому науку погрузились я просто этим интересовался ребят очень подробно я могу целую лекцию вам прочитать но будет неинтересно давайте немного в игру по ходу дела частично будем рассказывать и интересоваться о здравствуйте я не слышу как вы зашли доктор Мунши да пока что просто мистер Мунши но я работаю над этим и сегодня вы мне в этом поможете то есть это есть часть вашей диссертации да совместное исследование моё и коллеги Пола Берга мы хотим создать неинвазивный метод исследования мозга вы кстати говоря выпили маркер да выпил отлично начнем как будете готовы так слушай с ним еще можно поговорить а что вы хотите сделать я просканирую ваш мозг потом мы создаем его компьютерную модель и будем атаковать ее различными разрежителями программа поможет нам разрабатывать все новые алгоритмы и в общем мы создадим идеальную терапию конкретно для вашего случая то есть это не просто исследование это правда мне поможет я надеюсь иначе мы потратили кучу времени в пустую да ну и знаете что у меня очень серьезный случай да слышали про аварий что мне жить то осталось немного да слышал вам наверное тяжело с этим жить а все дело в том что ваш мозг ослаб на столько что кровотечение может начаться в любом моменте а если оно будет достаточно серьезным то мне конец вряд ли мы сможем восстановить ваш мозг полностью но наверняка сумеем превратить эти месяцы в годы а то и десятилетия если вы будете вести себя осмотрительно то возможно еще и нас переживете ну как то так я вам о чем говорил до этого очень надеюсь видите там кресло впереди все правильно мы думаем это может стать огромным проблемом в лечении травм мозга вначале они общие просканируют мозг так ну что начнем конечно давайте начнем то есть что они хотят сделать просканировать мозг во первых определят место куда будет вживлен тот или иной чип более или менее активное место чтобы влияние влияние было на правильным образом на гипофиз человека надо определить до местоположение соответственно мозг просканируется создается сканы мозга снимается начали определяется место как он это и все это по ходу дела но это опять же все домыслимо скорее всего такова идея основная это идея реальности вы не думаете что это просто какой-то больной бред разработчик все что мы наблюдаем это все реально так пожалуйста присаживайтесь это не займет много времени вот креслица подготовили поняли да вначале он сканирует определяет биоритмы там где самые более активные биоритмы активность до мозга туда и будет же 20 чип но ближе к гипофизу этот момент ближе к гипофизу там основном самое это по нейронной сети полностью мозг взаимодействует напитываются кровеносные там это ясно я к тому что так все ладно погружаемся в игру так давайте сразу разберемся с формальности вы Саймон Джарп, правильно? Канада Канада Дэвид Мунш родился в 1987 году 16 июля плоская нейрограмма версия 6 отлично все в порядке мне будет больно это просто сканирование все равно что снять фотографии и дети думают что фотоаппараты воруют их душ да будем надеяться что они не ошибались кстати в этом есть тайный смысл вы слышали то что он сейчас сказал? гидеицы думают что воруют снимок то ваш запечатлен помнили да? как бы энергия оттягивает энергию биополя если так брать просто это так как сказочно так ладно все что случилось? это совсем другая тема но тоже интересно насчет фотографии и души да? гидеицы думают что фотографии воруют их душ а если посмотреть по другому на это эй мистер Мунш мистер Мунш отлично мы делаем ну вот наверное какая-то виртуальная реальность мы очнулись наверное это не смешно ага это не смешно я же не должен волноваться ну то есть скорее всего он в лаборатории да это просто виртуальная симуляция там где мы оказались ну такое конечно а может быть даже действительно что-то произошло ой есть тут кто? так ну что надо вставать на минуту встаем потихоньку давайте немного ребят минут 15-20 без рассуждений поиграем в том плане то что нам надо понять сейчас здесь много можно и теории и догадок строить поймем немного да погуляем осознаем потом построим теорию потому что на начальной стадии здесь уже можно на два часа лекцию по поводу не эрограмм прочитать и все это обсудить смысла нет потому что надо атмосферу игры постичь поэтому давайте немного спокойно поиграем поймем что здесь где он находится то ли он виртуальном мире так тихо ага подключили свет отлично то ли мы в виртуальном мире ну да где я вообще как я сюда попал ух ты что это вообще такое куда мы попали смотрите ребята там какие-то скафандры на какой-то космической станции он оказался но предположим действительно он начитался кошмаров мозг у него воспроизвел сцену смешанные сцены воспроизвел можем такое предположить учитывая книгу на крючке которую он читал перед сном на крючке там какой-то космический роман соответственно сейчас мы находимся у доктора мунши но и в виртуальной реальности наш наше сознание да и он соответственно смешанные картинки воспроизведел собственной голове да предположим и находимся мы на космической станции учитывая то что читали этот ужасный роман роман каш наполненный кошмарами вот эта кровь издевите посад по ассоциации он естественно воспроизведел свой собственный этот мир пока мы предполагаем такую идею возможно все иначе теперь изучаем так автоматизированная консоль откройте терминалы так какие терминалы он видите какие-то скафандры действительно какой-то мир свой попал придуманный или может быть симуляция так воспроизвела там что-то неправильно сработало так вот видите да мои дорогие скафандры скафандры похожие на какие-то космические скафандры действительно вдруг мы куда-то на луну отправились вот это да вот эта игра молодцы мои родные мне уже нравится вот это за вам вам огромная благодарность такую красоту мне предложили служебная консоль установщик чипов вам не инструменты создавайте настраивайте и оптимизируйте свой ум не инструмент с помощью разнообразных программ и модуль оперативной памяти ухты служебная консоль установщик чипов вам не инструменты так какой-то ум не инструмент надо найти чтобы подключить консоль или что toolbox коробка с инструментами куда она нам показывает вот она коробочка но недоступна на какой-то ум не инструмент ищем ум не инструмент ребят видимо чтобы запустить на служебная консоль чтобы получить доступ вставьте ум не инструмент ну так и есть мои дорогие патос 2 что за патос 2 служебная консоль по служебной консоль патоса 2 предположим патос 2 к это космическая станция допустим и соответственно где-то мы находимся на луне стритом скафандры его подсознание нарисовал не познать не подсознание осознание как раз таки на в процессе виртуальной симуляции соответственно мозг активировал все образы пережиты этим человеком и он так а вот он наверно на стрить что-то похожее на там подключить можно так давайте попробуем что-то похожее на типа каком не инструмент нам надо найти чтобы консоль подключить на дверь недоступна видеть там вообще почитаем что это такое так куда это все дело нет это не подходит вообще никак на вообще никак никуда и не сможешь воткнуть насчета другой ищем что другого что то есть ну то есть пока такое рассуждение такой подход смысле такая мысль возникает у меня то что действительно мы-то находимся в кабинете у врача логично а соответственно вот это вот виртуальная симуляция до посчитала всю информацию нашего пациента все его образы пережитые эмоции впечатления и создала для него отдельный предположим виртуальный искусственный мир до учитывая прочитанные книги там и весь информационный сегмент блок сформировала такой для него мир поэтому вот эти на пункте кошмары какая-то кровь можно такое предположить на самом деле мы у врача в этой симуляции соответственно он не поймет где мы в реальность или где-то еще пока остановимся на этом подходе это наш взгляд там посмотрим может я вообще в корне ошибаюсь и тут совсем все иначе так давайте искать омни инструменты так тихо 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 чтобы бросить удержите предмет слушай тут не так то все и просто тут видимо надо окно разбивали на смысле вот этот вот не нужен никакой у меня не он нужен но и здесь я вон видимо не найду к консоль то надо полюбасу так ладно развиваем окно то есть сейчас вот эти все чудики полезут видимо которые он в книге начитался да когда перед сном ложился вот этот на крючке можем такое предположить вполне мои дорогие вполне мои родные все вот эти кошмарики там щупальцы какие-то затянули да помните мы предисловие читали сейчас какие-то такие мутанты будут появляться ну то есть компьютерная симуляция сама на на его опыт на установщик чипов во мне инструментов опираясь на его мысли образы мысли формы впечатления эмоций компьютер считал и нарисовал ему подобный мир вполне почему нет пока только такая мысль напрашивается а там будет видно ладно давайте рассматриваем немного атмосферы до помолчу я ребят я все время говорю так замолкаем аж подавился при замолкаю и потом еще на час пилика вы должны привыкнуть ко всему ну давайте действительно атмосферная игра я уже прямо прет на меня атмосфера этой игры я вам реально говорю просто нечто него невообразимое вы мне предложили отдельная благодарность может постепенно смотрим и напитываемся этой атмосферой точно какая-то симуляция до виртуально а вот среди какой-то замок фиксирует и соответственно то ли на станции что это может даже представить себе не могу ну станция однозначно какая-то станция до космическая может так ну хорошо где мне взять ум не инструмент на ум не инструмент нужен в первую очередь найти видимо чтобы обратно вернуться предположим у нас с помощью этого инструмента я смогу обратно то есть давайте пока рассматривать эту ситуацию таким образом мы находимся в виртуальном мире именно созданы этой симуляции на виртуальная симуляция так вот тут комната различные обсерватории комнаты для да столовая короче говоря так внимательно осмотрим так это что такое ага считываем информацию карл все идет лучше чем мы думаем они не могут открыть двери чем больше ты запечатаешь тем лучше ни к чему рисковать ты на фабрику да большую часть его закрыть сейчас не забудь оставить путь отхода не бойся я тебя доставлю на тетку в целости и сохранности только надо убедиться что энергии хватит поняла увидимся в лагере я тебя доставлю на тетку точника это станция как я это сделал как такое возможно что со мной происходит где я вы раздевали как все идет лучше чем мы видим они не могут открыть двери давайте еще раз чем лучше ты запечатаешь тем лучше ни к чему рисковать поняла ты фабрику отцепил да большую часть удалось закрыть сейчас иду закрывать центр сверху так не забудь оставить путь отхода так интересно не бойся я тебя доставлю на тетку целости и сохранности только надо убедиться что энергии хватит я увидимся в лагере супер считали информацию до некий блок памяти а вдруг мы нейронные связи тем самым устанавливаем собственной голове что положительным образом сказывается функция головного мозга ну смысле цепи до эти восстанавливаем когда считываю информацию тоже такое предположить можно биоритмы до эти восстанавливаем поэтому не пропустить ничего нам не надо с вами мои дорогие пока так воспринимаем а там дальше видно вполне возможно я ошибаюсь конечно все совсем иначе так это что за слизь такая жидкость страшная черная темная машинное масло куда стекает снизу где мы вообще находимся то ли космическая станция что это такое что это может быть но по скафандр какие-то скафандры действительно может быть или подземная станция даже мне сложно пока предположить что ему симуляция нарисовала какой мир но если он читал вот это вот роман на крючке где страшилку эту читал перед сном видимо какой-то действительно космический мир нарисовала симуляция машина учитывая все его мысли формы образы сформировала эту симуляцию его голове там связанную с космосом может быть даже инопланетные си какие-то инопланетные ситуации будем переживать так ладно некая жидкость видите с листика с потолка интересно так здесь можно и можно взаимодействовать каким-то образом можно прочитать эту информацию так ладно давайте дальше мои дорогие супер игра атмосфера увидеть массами атмосфера просто дышит насыщенная игра атмосферой так и это хоррор да у нас соответственно где-то какие-то кошмарики должны появляться а чудовищ можем прятаться но убить их невозможно на какие-то чудовище того на вначале игры подробно описали когда режим уже выбирали да так 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 вот еще один замок фиксатора давать фиксатор замочный фиксатор или как можно назвать это типа навесной такой специальный типа вот на станции такие уже наше время есть ну то есть действительно есть такие фиксаторы где-то на каких-то таких вот станциях возможно даже предположить трудно так ухты мои родные что я вижу робототехника обожаю робототехнику это очень все интерес какие-то роботы работ роботы да то есть точно в космосе мы смотрите сюда ребят симуляция нарисовал начитался он книг короче за умных научной фантастики начитался и симуляция воспроизвала его ему этот мир на симуляция этот мир воспроизвала смотрите какие-то роботы допустим технического обслуживания там но предположим они там что какие-то работы сложные на поверхности той или иной планеты проводили эти роботы да пока такое предполагаем мои родные не факт может мы все неправильно думаем закрываем дверь на всякий случай вдруг эти роботы оживу час такое тоже возможно в нашем мире соответственно теория на кодзимой что мы прочитали карл берг и доктор мунши опирались на теорию на кодзимы опять японцы во всем первые генетики первые и соответственно робототехника это тоже их конек вы это знаете слушая к нему подхожу какие-то помехи возникают симуляция дает ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй чуть за яйца не схватил этот робот мутант суши кута мутируны с 3 живым организмом может быть он скрещенный этот робот робот ящер представьте на сегмент допустим у него один механический а внутренние органы живые допустим робот ящер предположим то есть теория на кодзимы японцы во всем прорывные товарищи еще раз говорю кто первый нашел ген старостью соответственно тоже японец кто у нас технологии все вот эти обеспечивают тоже японцы только японцы и дать не вот сейчас в дании тоже они открыли как выращивать органы помните я вам рассказывал институте уже могут печень выращивать могут почки на 3d принтере выращивать а вы говорите где эти технологии они уже вовсю работают эти технологии для узкого лица людей естественно для всех ну то есть соответственно печень почки уже на 3d выращивают биологические ткани все это дело совместно с японцами поинтересуйтесь я вас не обману датский институт какой-то там там уже на 3d и печень и почки по-моему они поджелудочную так стоп датский институт поджелудочную на 3d может выращивать железу я имею ввиду поняли на так ладно давайте это оставим в покое пока разберемся что это за роботы биороботы или это просто механический или вот этот вот мне пугает во-первых я к ним подхожу какие-то помехи помехи создаются вы видите помехи виртуальная симуляция дает сбои когда я близко к ним подхожу к этим роботам во-вторых надо понять полностью механические эти роботы или они с биотканями то есть биологические еще тоже насыщенные найти организму их не полностью механический до робот но еще биологический сегмент присутствует я не виду форма до внутри допустим не органы там ящера патас 2 апсилон патаса 2 апсилон это общий комплекс и сотрите сегменты пошли у нас эти бесконечности альфа-омега видите знак это у нас так 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 это какой-то сегмент так вот я забыл ребят извините за мою узколобость но сегме вы видели до сегменты бесконечности так смотрим я их так называю просто не по-другому назывались я их называю сегмент такая ты ты можешь говорить говорить как остальные так тихо сняли информацию что с тобой такое хочешь структурного гель ну конечно как странно ничего не понимаю механический робот полностью нет никаких биологических сейчас эти отключу хорошо ты просто меня пугаешь до ужаса так что я тебя отключаю так ясно и ремонтировали робота так мои дорогие мои родные начинается шопа так падаем и ждем момента истины то есть механический обычный робот ремонтник предлагал ему какого-то геля до структурного который капал с потолка видимо это есть структурный гель питающих насыщающих этих эти машины эти механизмы структурный гель по-другому никак соответственно ты меня пугаешь до ужаса какой-то сбой случился на станции видимо эти его роботы с помощью искусственного интеллекта начали вести себя своеобразным методом ну то есть по-другому начали себя вести агрессивно по отношению к человеку можем и такое предположить вполне слышите какой-то робот впереди двигается сейчас мне за жопу схватит надо ныкаться надо прятаться слышите до перейти жуткие звуки говорите атмосферы не да тут атмосфера мама не горюй сотри сюда чё за робот страшно который начал давать сбои с помощью чего он может за только искусственный интеллект только искусственный интеллект это сказать мог ему внушить подобные идеи вести себя неправильно по отношению человек человек может быть эти роботы ополчились на людей и начали душить их тут рвать на части в нашей симуляции предположим он такой роман прочитал наш герой мы вообще с вами раскидали всю игру наверно а может я ошибаюсь так смотрим стрём прорубил дверь пробил дверь короче мои родные мои дорогие наш герой затрясся впал в истерику его сознание безумствует его сознание дрожит его сознание вибрирует так сказать импульс страх а мы можем и предположить другой момент истины если эти чипы вставленные нас будут вызывать импульсы страха для формирования биополей должным образом они питаются страхами людскими и человек все время будет в депрессии поникший ходить и формирует вокруг себя биополя которое совсем другое питание питаются они энергией предположим твари да не человеческого вида и зомбируют их чипируют их и те выделяют сегмент энергии совсем другой выборы вибрацию в пространство что соответственно преображает в другом ракурсе нашу планету можем и такое предположить так смотрим внимательно сколько идей вот я вам про это и говорил накидывайте подобных игр побольше чтобы мы могли так сказать рассудительно подходить они просто кошмарики хуя реки вот эти вот эти страшилки страшилки это нам вообще ни к чему нам надо чтоб мысль ухватить захоба да саму идею так ладно какой-то робот двигается давайте аккуратно видели нас обучили выглядывать научили нас выглядывать аккуратно так чтобы тут противостоять то я не могу да по ходу никак ничем ну только если что-то взять в руки допустим может если взять такой в руки кинуть на если на время он там замен в замешательстве мы сможем отвалить какой-нибудь тяжелый предмет я смогу взять давайте внимательно пока осмотримся то есть структурный гель подавай вот видите японцы тоже принимали участие непосредственно так что это такое они во всем принимают участие что связано с новыми технологиями технологиями иметь именно такой и у меня я я то есть они 8 какой-то искусственный интеллект управляет станции соответственно android предатель заложил этот интеллект, дабы роботы взбунтовались против людей. Это сюжет книги, которую прочитал наш герой, предположим. Последняя книга, которую он прочитал, симуляция нарисовала ну, соответственно, симуляцию сделала. Пока так мы рассуждаем. Я пять раз это повторил, но хорошо. Не страшно. За мной водится такое. Не обращаем внимания, смотрим далее. Погружаемся в атмосферу. Так, вон еще, наверное, сейчас мы сможем снять информацию, да? Нет, с этого мы не снимаем информацию. Отличная игра. Просто класс. Пока мне все нравится. Нравится, нравится. Так, чтобы присесть, нажмите. Вот теперь-то нам надо быть крайне осторожны. С вами передвигаться. Вот, можно противогаз. Ой, этот. Какой нафиг противогаз? Огнетушитель взять. И запульнуть, если что, да? Не знаю, насколько это эффективно. Навряд ли поможет тебе этот огнетушитель, да? Но научили нас приседать, а значит, 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 где-то ползает огромный киборг. Тут, может быть, не только механический, но, допустим, андроиды вот этого, да, мы наблюдали. Соответственно, какие-то, да, с человеческими, в человеческом облище и по роботу, да, предположим. Это мы только в секторе находимся, техобслуживания, где персонал, имеется в виду роботы, обслуживающий персонал, да, ну, допустим, там на поверхности планеты какие-то работы делают, сложные механизмы. А там, допустим, дальше сектор, предположим, выше на этой станции, там андроидов, сектор андроидов, да, допустим, каких-то уже более современных, современных, совершенных роботов, биороботов, да. Симуляция ему нарисовала. Тоже вариант. Так, хорошо, а где он есть? Где-то ходит. Ребята, надо быть крайне осторожными. Так, тихо. А вот он у меня есть, да, уходим. Уходим, мои родные. Надо бы его поближе рассмотреть. Так, нам надо вообще-то найти этот, чтобы запустить консоль. Как он там? Он не инструмент. Я думаю, правильно, да? Я правильно же думаю? Надо найти он не инструмент в первую очередь, чтобы запустить консоль и понять. Так, а там, кстати, дверь доступна. Там замок, механизм. И понять, то есть, как нам дальше выйти. Как из этой симуляции выйти, вот. Наверное, там подсказка будет. Так, что, открываем или не спешим открывать? Может быть, не будем пока спешить открывать этот засов, вдруг он нарисуется. И надо будет быстро все делать. Давайте здесь внимательно осмотрим, потом я открою. Классная игра, супер. Я уже влюбился в эту игру. Мне вот никогда, никогда, мои дорогие, первые впечатления не подводило по поводу игр. Нет, ну, кстати говоря, насчет Days Gone и больше ожидания были. Но, в принципе, да. Больше, честно признаюсь, больше гораздо ожидания, но все равно. Рано еще загадать, мы ее не прошли. Ну, то есть, говорить, утверждать. Так, тихо. Тут вот нарушение. Так, 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 так. Дальше пройдем немного. Так, давайте немного помолчим. Успокою, я сам себя взвинтил. Надо немного успокоиться. Это же вам тоже передается. Я понимаю, кто внимательно смотрит, кто давно на канале. Поэтому успокоимся и немного поработаем в тишине. Мы поняли все, что ты хотел сказать нам, да? Вы так думаете. Мы и так понимаем, не надо нам разжевывать все, блядь, как по полочкам. Пару слов сказал, так все ясно, да? Такая натура у человека. Он любит, есть такие вот, подобные мне, блядь, все по сто раз повторяют. И по полочкам, да, достаточно двух слов, чтобы понять идею, да? Тут же начинается, блядь, вот это вот. Знаю, есть во мне такое, но, ребят, сложно это исправить уже в моем-то возрасте. Я люблю все объяснять, пояснять. Даже не то, что объяснять, пояснять, не так мне сказал. Любой из вас мне объяснит и пояснит тоже много, я это знаю. Все здравые, разумные. Но я имел в виду то, что под вот это вот, да, за мной есть черта. Зацикливаться на одном моменте, который и так ясен, да, очевиден. Так, ладно, смотрим. Вот, вот мы, наверное, сюда-то и как раз-таки сейчас натерпимся горе. Отдел тоже технически заходим, да. Тут главный, допустим, какой-нибудь инженер работал, да, по техническому обслуживанию, да, предположим. Так, тихо, какой-то структурный гель. Они затребовали структурный гель. Может быть, им требуется структурный гель, чтобы эти роботы могли вообще, да, существовать, как бы жить. Вот этот вот, смотрите, что это за пятна. Это, наверное, и есть структурный гель, да, питание для этого робота. Если мы правильно все понимаем. Так, тихо, мои родные, мои дорогие. Там он на столике лежит, по-моему, что-то ценное лежит. Для нас, да. Что-то как раз-таки нам необходимо. Ага, еще инструкция, класс. Omni-Tool, Omni-Instrument, версии 2.5. Omni-Instrument – это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам. Также интерфейс управления ими. В схему Omni-Instrumentа входят алгоритмы и протоколы, позволяющий пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем Omni-Instrument автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя. Вот-вот, чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку ввода, Omni-Instrument может передавать сигнал малой дальности, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий, таких как открытие дверей. Для выполнения более сложных действий Omni-Instrument необходимо физически подключить к рабочей станции или терминалу. Чтобы обновить свое устройство, просто вставляйте операторы в главное или вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта S1121, позволяющим подключать к Omni-Instrumentам большинство существующих энцефалочипов. Внимание! При подключении внешнего интеллекта встроенный искусственный Omni-Instrument будет отключен. Вспомогательное гнездо снабжено универсальным разъемом, совместимым с большинством количеством управляющих чипов, включая модели А1, А2 и НАТ-9. Ну, предположим, там, неважно. Короче, какие-то энцефалочипы с помощью автоматизированной панели мы подключаем к Omni-Instrumentам. И, кстати говоря, что мы поняли Omni-Instrument позволяет открывать нам двери. Передает сигнал малой дальности, полезным для выполнения простых или автоматизированных действий, таких как открытие дверей. Ну, класс! Ну, не только. Видимо, Omni-Instrument много функций включает. Это ясно. Искусственный интеллект, который дал сбой. Соответственно, этот Omni-Instrument внутри механизированных объектов находится. Общий, который функционирует. Интеллект на этой станции. Как-то начал проявлять себя индивидуально, да? В ущерб этим машинам и не только. Соответственно, они ведут себя так, чтобы открыть список. Ну, ясно. Это я просто... Как использовать его? Надо, наверное, возвращаться, да? Скорее всего, мои дорогие, надо возвращаться обратно туда к панели и попробовать использовать его в Omni-Instrument. Так, что это за жидкость? То есть, структурный гель, видимо, да? Ух ты, ребята! Вот вам первую страшилку. Машина съела человека. Откусила ему голову. Как вам такой вариант? Главного инженера по техобслуживанию просто взяла и откусила ему голову. Вот так вот симуляция виртуальная воспроизвела миры. У нас персонаж впечатлительный, он любил кошмарики, начитался, видимо, да? Различных таких вот мистических историй, космических. Вот тебе, пожалуйста, виртуальный мир. Соответственно, такой же. Так, откусила ему голову. Что мы можем предпринять? Считать информацию нереально, да? Как это все произошло? Ну, тогда мы возвращаемся. Пробуем использовать автоматизированную панель, подключить. Пробуем подключить автоматизированную панель. Обратно возвращаемся, да? Это просто будет сделать или нет? Берем, наверное, огнетушитель в руки, на всякий случай. Вдруг я не успею развернуться. Отбежать, убежать. Хотя бы попробуем использовать. Поможет это, нет. Маловероятно, но все-таки. Так. Ага, он нарисовался. Так и есть. Ну, это следовало ожидать. Давайте его рассмотрим хотя бы, что ли. Вот так вот присесть мне. Посмотреть, что там за страшилком. Что за робот, что за тварь, да? Ну, робот однозначно, это я понял уже. Просто как он выглядит. По-другому, наверное, да? Так. Значит, я не вижу никого пока. Фонариком помаяковал. В другую сторону пошел. Ладно. Так. Главное мне не заблудиться здесь. Так, отлично. Мы дома закрываем дверь, наверное, ребят. Или наоборот, открытые оставили, да? Не, лучше закрытые. Там если что в окно нырнем. Если он нам даст. Так, пробуем у меня инструмент. Что это такое вообще? Более подробно изучаем. Мои дорогие. Патус-2, да? Что за Патус-2? Станция, видимо, так называется. Так. Служебная консоль. Эпсилон-3. Включаю место пилота. Активировано. Супер. Там много функций, видите, да? Статус системы. Прогресса. У меня инструмент. Перечень. Так что? По порядку. Запускаем. Запуск настройки. Внимание. Удаленный доступ запрещен. Сервисы отключены. Подача основного питания приостановлена. Начать настройку НИУ. Программа ненадежна. Запрещено аварийной системой. Осталось 13 дней. У нас еще умный инструмент. Видите символы бесконечности слева? Справа, то есть внизу. Это что за символ? Вспоминаем. Там альфа, омега еще. Какие есть? То есть они использовали этот подход. Так. Тета, кстати, это же тоже символ. Альфа, омега, тета тоже символ. Вот станцию они назвали этими символами. Но здесь тоже тонкий намек на толстые обстоятельства. Так. Здесь ничего интересного. Омни инструмент. Вот. Управляющий чип. Энцефала чип. По порядку двигаемся. Управляющий чип. Ориентация. Добро пожаловать, Луиза Мэрон Эпсилон. Ваш умный инструмент находится в отличном состоянии. Но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору. А значит, вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права доступа, встать в управляющий чип и запустить процедуру обновления. Управляющий чип не встал. А где мне его взять? Вот это вопрос. Сейчас, наверное, придется с этим роботом разбираться. У него снимать этот чип, да? А что? Вполне возможно. Ну, предположим, у него этот чип. Надо как-то его завалить. Чтобы он вышел из строя. Мы снимем. Так. Добро пожаловать. Ваш умный инструмент находится в отличном состоянии. Но к нему не подключен. Энцефала чип. Еще какой-то чип. Сейчас у вас обслуживает стандартный встроенный искусственный интеллект. Помощница Джейн. При подключении энцефала чипа встроенный интеллект будет отключен. А пользовательский интерфейс омни-инструмента может значительно измениться. Помощница Джейн. Небольшой встроенный искусственный интеллект нам пока способствует. Но нам надо получить управляющий чип. И, соответственно, инцеп... Так, тихо. Что-то я открыл. Слева, слышите? Открыть ящик для чипов. Ага. Вот он. Тулбокс. Ящик с инструментом. Ну, это и есть ящик для чипов. Вот здесь. Ух ты. Как их много. Сейчас мы воткнем. Наворотим свой инструмент. И сможем больше информации получить, я думаю. Так, снимаем чип. Да? Видимо, любой, неважно тут какой. Вот он сам автоматически снимает. Все. И подключаем. Соответственно, куда мы подключаем? Сюда его втыкаем, да? Он считывает информацию, погружает его. Найден инструментальный чип. Ну, обычный, видимо, только двери сможем открывать, да? Энцефала чип, что-то другое, мои дорогие. Обновить. Обновляем, да? Требуется обновление. Да. Наладочный, последовательные коды доступа. Запустите процедуру. То есть, ничего мы не сломаем, я думаю, если начнем обновление. Думаю, все будет хорошо. Обновление кодов доступа. То есть, какой-то инструментальный чип. Энцефала чип – это нечто другое. Сейчас будем исследовать. Управляющий чип обновлен. Садите, он не инструмент. Так. Ладно. Для дверей пока достаточно, чтобы нам выбраться из этой базы, да? С этой станции. В принципе, только дверь. Вот еще чипы. Ну, соответственно, да. Естественно, они уже не активны будут. Энцефала чип, это навряд ли найдем мы, да, здесь. Энцефала чип где-то в другом месте, видимо, найдем. Раньше времени мы не будем забегать. Так. Ну, хорошо. То есть, устройство для открытия дверей. Но это не только для, видимо, она имеет много функций. Так, что еще новое появилось? Ориентация, да? Мы читали, нет? Энцефала чип обновить. Не найден. Так. Вот надо энцефала чип. Наверное, действительно, мы будем снимать с роботов. Мои дорогие цирки. Вот реклама. Я знаю, вам сказали, что младчики получат полный доступ ко всему пату судьбе. Это не реклама. Извиняюсь. Поймите меня правильно. Я не знаю. Не назову вам это делать. Без вас, ребята, здесь никуда. Вы должны быть определенная безопасность. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Амикрон и разнести подсюда вирус. И что там вообще такое? Вы сможете делать вот что. Вы сможете с его помощью открывать двери. Любую фактически. Если дверь не открывается, значит, либо что-то не так, либо у вас ограничение. И что тогда делать? Вставляйте ОМИ инструмент в терминал и смотрите, нет ли возможности обойти ограничения. Недавно ведь нужно попадать туда, где вас быть не должно. Вот и найдите способ. Вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением. Не будьте козлом. Вот и все в принципе. Меня зовут Джон Строймайер, оперативный агент охраны Патаса Глава. У меня есть кабинет на ТЭТе. Если будут какие-то проблемы, приходите туда удачно. Отлично. Джон Строймайер. Какой-то Джон Строймайер нам подробно объяснил, как использовать ОМИ инструмент. Соответственно, надо искать чипы, вставляешь для тех или иных возможностей, определяются как раз таки этими чипами. Возможности ОМИ инструмента, я имею в виду, определяются чипами. Я думаю, энцефала чип, скорее всего, надо будет с роботов снимать каким-либо образом. Вот этот энцефала чип. Так, ладно. Все вроде, да? Ничего интересного. А, вот статус системы. А, ну это все то же самое. Перечень все это, вот, перечень. Простые эластичные костюмы. А, эластичные костюмы. Так, ГЭК-3. ПЭК, то есть, не ГЭК, ПЭК-3. Известие, да. Неизвестен. Загрязнение. Остальные, то есть, первый и четвертый в рабочем. Второй в рабочем состоянии. То есть, кто-то использует. Нет, пятый, шестой используется. Четвертый. Это, может, тоже важная информация, кстати говоря. Эти костюмы как-то тоже надо будет задействовать, да? Рано или поздно. Вот эти вот скафандры. Так, слушайте, как темно. Вот эти вот скафандры рано или поздно. Фонарик можно включить? Интересно мне знать. То есть, эти скафандры рано или поздно мы задействуем, я думаю. Может, куда-то на поверхность планеты даже у них выходить придется. Что тут у него за симуляция в голове? Так, хорошо. Нас преследует робот. Может, как-то убрать и снять энцефала-чип у этого робота предстоит нам, да? Так, ладно, поехали. Поехали, мои дорогие, мои родные. Постигаем все творения. Дальше. Ага. Наш друг нарисовался, да? То есть, людей практически не осталось-то. Есть вообще кто-то живой? Или только роботы на этой станции, а? Хозяйничают. Как вы думаете? Кто-то должен остаться, да? Может, это Джон Строймайер? Найдете меня на ТЭТИ, да? У меня там есть кабинет охраны. Так. Куда нам дальше двигаться? Что еще можно тут осмотреть? Ага, давайте рассмотрим его. По вентиляции ползает, да? По вентиляции как-то передвигаться не еще могут, эти роботы. Если это робот, конечно. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так и есть. Роботы просто взбунтовались. Искусственный интеллект так повелся неправильно. Там какой-то сбой, вирус. Ну, кстати говоря, он сказал, какой-то вирус двигается. Карантинная зона. То есть, намеренно, может быть, даже кто-то заразил. Да, искусственный. Соответственно, такой сбой произошел. Где-то предстоит нам выезд. Так, тихо. Куда дальше вообще идти? Правильно мы идем? Наверное, тут целую огромную станцию придется, если нам предстоит исследование. Так, 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 так. Ух ты, мои дорогие. Вы посмотрите, что там впереди. Нечто потрясающее и завораживающее. Давайте-ка перед тем, как туда заходить, внимательно здесь. Чтобы я ничего не забыл. Вы видели, да? Мы из станции, наверное, сможем выбраться. Там нечто потрясающее и завораживающее впереди. Какое-то событие нас ожидает. Ух ты. А вы говорите, это супер игра. Это лучшая игра. Какая только возможно в нашем случае. На данном этапе, да? Да. Так, ну все вроде, да? Мы осмотрели. Куда я еще могу тут зайти? Там и обратно вернулись. То есть, вот, эти станции, нам необходимо тоже искать эти станции, видимо, да? Чтобы вовремя, соответственно, как-то свой инструмент улучшать. Так, ладно, давайте посмотрим. Там что-то очень такое завораживающее впереди. Мои родные, мы неужели выберемся с вами из этой станции? Будем куда-то, где-то ходить на открытых просторах, а? Ну тогда я вообще просто даже не знаю, что вам и сказать. Огромная благодарность, что вы мне посоветовали сие творение. Ух ты, мои родные, мы под водой, мои дорогие, мы под водой, подводная станция ПАТОС-2. Вот это да, вот это нечто невероятное. Подводная станция ПАТОС-2. Новые технологии. То есть они добывали, может быть, какую-то руду, да, спустились там, или газ природный. И, соответственно, использовали механизмы, вот эти вот механизмы, да, соответственно, роботов. Уже где-то в будущем, может быть, мы оказались с вами. Виртуальная симуляция, соответственно, да, направила нас в будущее, учитывая все его мысли-образы, мысли-восприятия. Нарисовалась сию картинку, и мы находимся под водой. Некая станция большая, огромная ПАТОС-2, которая ведет подземный, так сказать, ископаемый, предположим, природный газ, там, или что, и может быть, нефть. Добываясь с помощью механизированной робототехники. Это нечто невероятное, такой идеи я еще не видел нигде. Супер, совместили современную тематику по поводу биометрии, и показали нам будущее, что ждет человечество. Это нечто невероятное. Столько эмоций. Посмотрите, какую игру мне предложили. Давайте внимательно все рассмотрим. А может, еще и инопланетные цивилизации. Атлантида где-то под водой прячется. Спряталась, да, там тоже ведутся разработки. Все, как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Вот они, подводные люди. Ребята, вы видите, справа рисунок. Это реальное изображение подводной цивилизации, которая существует на Земле. Предположим. Книг он начитался, да, подводных жителей. Рядом нарисована фотография. Вы видели, да? Это нечто невероятное. То есть, соответственно, есть такая подводная цивилизация. Где-то в районах Тихого океана. Там, где Марианская впадина. То есть, то, что там Джеймс Кэмерон спустился, ничего не нашел. Это ничего еще не значит. Мы не знаем, так ли это на самом деле. Вот она. Там, Марианская впадина глубоко-глубоко под водой. Но это наша станция там находится. Там, где Марианская впадина, да, предположим, самая глубокая впадина. Соответственно, 10 тысяч она, да, или сколько? 9 тысяч там. Не, каких там 10 тысяч? Что-то я загнул, по-моему. Ну, посыл вы поняли. Соответственно, мы находимся с вами в таком месте подводном. Какое-то там глубоководное место. А вот, смотрите, еще один рисунок подводной какой-то существа, да, цивилизации. Может, тут разработчики смешали так, чтобы напитать атмосферы. Соответственно, интерес какой-то пробудили второстепенный, имея в виду, у человека, да. Ну, вот так вот, а ты говоришь, космическая станция. Тут подводный мир представлен. Насколько всеобъемлющий подводный мир, да. И вот эти вот подход биометрические у нас. И роботы. И это где-то в будущем, однозначно. Симуляция нарисовала будущее. Так, смотрим, что это такое. Нечто невероятное. Я в такое никогда не играл. Я уже рад и счастлив. Что вы мне предложили сие творение. Они вернулись все в черном... А, так, они вернулись все в черном геле. Теперь бедные рыбы. Так, все в черном геле. Это про роботов, про наших, да. Речь имеется в виду. Ну, какую-то разработку они, что ли. Тут действительно природный газ добывали. Или, скорее всего, под водой. Это так и есть. С помощью этих роботов они... Искусственный интеллект уже заработал. Ну, ближайшее будущее, да, наше с вами. Вполне себе, как все это смотрится вкусно, да. Вот реально вкусно все это смотрится. Космос тоже было бы... Я думаю, если бы мы где-то в космосе все увидели, не хуже было бы. Но это нечто тоже такой подход. Может, мы даже туда сможем использовать скафандр? Кстати, мы с вами, мои дорогие, используем скафандр, чтобы пройтись, да, видимо. Вот, можно считать. Смотрим. Эми, ты здесь? Я здесь. Готова к отбытию? Думаю, да. Рыбками ты сможешь полюбоваться и на ТЭТ. И все же я буду по нему скучать. По Эпсилону? Мы здесь проработали столько лет, не жили, ты ни чуточки скучать не будешь. По электростанции, полной взбесившихся машин, нет, я, пожалуй, не буду. Это жестоко. А Эпсилон не виноват, что так вышло. Как знаешь, заканчивай с дверями и возвращайся. Так точно. То есть, машины взбесились. Почему? Вирус какой-то. Что за вирус? Что тут произошло на этой станции? Нам предстоит во все это дело погрузиться. С Эпсилон. Это некий блок, да. Станция Патос в целом делится на блоки. Вот мы находимся, видимо, в первом блоке под названием Эпсилон. Там на Тету, видите, он говорит. Когда вернешься на Тету, какой-то, видимо, другой блок, сегмент этой станции. Общее название, которое имеет Патос 2. Соответственно, какой-то отдел станции, только часть станции Эпсилон мы с вами постигаем, изучаем. Ну, я так думаю. То есть, это потрясающе. Такого не было нигде. Не припомню игру. Подводный мир будем изучать. Не просто там, соответственно, взбесившаяся машина, вот эти все. Но и насладимся атмосферой. Так, поехали дальше. Столько эмоций, столько впечатлений у нас. Давайте, мои дорогие, постигаем этот мир. Вот. Тут еще мы не закончили, кстати говоря. Ты попробуй выберись. Отсюда выйти еще надо. То, что мы увидели, да. То есть, соответственно, скафандр надеть. Какой-то скафандр. Ты же не можешь просто покинуть эту станцию. Возможно, какие-то средства передвижения под водой. Да, там. Или мы, как мы будем с вами, соответственно, да, использовать. Что он использует? Челноки там. Ну, не челноки там называется как. Шаттлы, челноки. Подводные. Я имею в виду подводные. Так, вы можете мне помочь? Так, тихо, ребята, мои дорогие. Кто-то требует помощи, просит. Вы можете мне помочь, слышали? Я не знаю, я не знаю, что случилось. Так, 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 интересно. У меня помехи. Я когда приближаюсь к какому-либо сигналу, мне надо возвращаться. Видите, да, сразу же сбой симуляции. Видимо, сбой виртуальной симуляции, в которой мы находимся, да, когда мы подходим. Соответственно. Вы должны мне помочь. Так, а это у нас по связи, да? По связи. О, можно считать. Можно считать, да? Или нет. Считать, наверное, не получится, да? Ага, ну так и есть. Отойдите от меня. Не, считать мы не сможем этот вариант. Блин, как классно все. Так, тихо. Что это такое? Что случилось? Двери заблокированы. Все нормально. Все нормально. Так. Останьтесь, останьтесь, останьтесь тут. Я прошу вас, останьтесь. Так, двери заблокированы. Наверное, сейчас в вентиляцию полезем. Все будет хорошо, все будет хорошо. Так, это что за медуза? Ага, лечилка, да? Видимо, какая-то лечилка. Что она дает? Зачем она нам сейчас? Я вроде чувствую себя хорошо. Давайте попробуем. Нет, стой, 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 стой. Так, может, кого не следует делать? А-а-а! А, что-то было. И, кстати, эта лечилка похожа на нейронную сеть человеческого мозга. Теперь уже не больно. На клетку, да? Именно на нейрон. Скажем так, на нейрон. Видели, да? Вот эта вот лечилка. Вот, может быть, я сейчас в симуляции нахожусь и, прикасаясь к этим, условно говоря, лечилкам, да? Мы цепочку нейронную восстанавливаем функции головного мозга и приводим нашего главного героя. Мозг начинает у него работать более активно, да? Цепь. Восстанавливаем нейронную сеть. Иными словами, нейронную сеть восстанавливаем, прикасаясь к этим. Кстати, на нейрон похоже. Это медуза. Условно говоря, что это такое может быть? Скорее всего, так. Ну, если предположить, что мы... Так, вот, можно забраться. Ладно, пока так будем предполагать. Потом ясно. Понятно, что это, видимо, против машин, да, как-то использовать, да? Ну, если тебя там настигнет... Так, тихо. Поехали дальше. Ты можешь подлечиться, да? Ну, а в той реальности, в настоящей реальности, мы восстанавливаем нейросеть свою головного мозга, биоритм. Сеть восстанавливает, соответственно, мозг. Оздоравливаем свой мозг за счет прикосновения. Можем такое предположить. Ладно, поехали. Ага, там дальше... Дальше не очень все хорошо. Он сюда заполз, да? Ребята, он сюда заполз. Ребята, он сюда заполз. Сейчас прямо, наверное, к этому роботу... Прямо к этому роботу мы с вами двигаемся, да? В руки, в лапу. Не в лапу, а его... Вообще робот там что? Что, кто? Что там за создание? Может, он какой-то искусственный интеллект постарался, что-то сообразил. Не просто механизированное существо, а то есть, как мы уже, да, с вами привыкли, это может быть все что угодно. Так, так, так... Ага, станция контроля. Как он там, структурный гель, да? Повсюду структурный гель. Слушай, это, наверное, структурный гель для них как питание. Может быть, даже он... Как-то не будет на нас вообще реагировать, если это все-таки механические у них... Вот, видите, станция ПАТОС-2, Апсилон, наверное, какая-то отдельная часть этой станции, да? Мы находимся. То есть, для механизмов-то нужен структурный, что? Хотя они агрессивны по поводу человека. Видите, голову откусили главному инженеру по техобслуживанию. Там, вон, еще одна медуза. Не медуза, это давайте нейрон, да, называть. Еще один нейрон. И к этому нейрону подключился некий механический объект. Так. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его воздействие на НИУ. А проблемы сообщу ответственному инженеру по эксплуатации ВОЛЧЕК. Вот, ВОЛЧЕК. Еще, кстати, наши работают на этой станции, да? Не дотрагивайтесь к протекшему структурному гелю. То есть, нам это нежелательно делать. Так, слушай, там какой-то робот подключился к этому нейрону. К нашему нейрону. Вот это болезнь наша. Положим, это наша болезнь внутренняя. С ним поговорить можно так тихо. Смотрите, он подключился. Сейчас я, допустим, восстанавливаю свою нейронную сеть, нейронную цепочку в своем голове. Сидим, да, поняли, виртуально. В мире находимся, а сидим там у врача. И, соответственно, путешествуем по своему сознанию восстанавливаемые связи нейроны, чтобы мозг выздоровел. Так, давайте поговорим. Пока такое предполагаю. Эй, вы меня слышите? А это клетки нейронов. Видите, к клетке нейронов подсоединился робот механический. Это наша болезнь. Ни сколько робот, сколько наша болезнь. Отключай, соответственно, вот это вот убираем, да? Ну-ка, давайте попробуем. Или поговорим еще. А поговорить нельзя с ней. Больше я не могу с ним поговорить. Надо решить возможности питаться. Соответственно, болезнь нейтрализовать, да? Сейчас мы отключаем один шланг, убираем. И робот чувствует себя нехорошо, а зато нам получше. Еще одна цепь нейронная в голове восстановлена в головном мозге. Поняли, да? Как все запущено? Ну, я так предполагаю. Так, вот эти наушники нам нужны. Так, радиосигнал заблокирован. Ну, хорошо. Давай попробуем. Раз, отключу. Не надо. Не надо, прошу вас. Что не надо? Да нет уж. А обратно я не могу подключить. Там какую-то кнопку огромную я вижу. Ну, целая станция, видите? Точно какая-то станция по добыче, допустим. Ну, под водой что у них там? Нефти добывающий, газ, нефть, газ, я думаю, ну, что-то такое. Мне это нужно. Почему? Все было хорошо. Я была счастлива. Да. Наверное, другого варианта не дано. Иначе мы не сможем запустить механизм, да? Так, ожидание. Вот, кнопочкой можем воспользоваться. Что это такое? Что это может быть? О чем это нам говорит? Радиосигнал заблокировал недостаточной энергии. Надо выйти на связь, да? С кем-то, наверное. И запустить станцию, да? Ну, даже не сколько станции, чтобы мы смогли. Так, ну, давайте разбираться. Что это вообще такое? Ага. Загрузка пошла. Так, зеленый вариант, красный. И? Ну, красный это перебор, да? Надо зеленого, может быть. А это что такое? А, вот, фиксирую. Все ясно, фиксирую. Понятно. Ясно, ясно. То есть, сейчас мы все сделаем, мои дорогие. Я понял, что надо. Так, раз. Соответственно, это пошло. И третий вариант, да? Третий вариант. Отлично. Выключено, заперто. Вот. Открывается. Все открывается. Еще и станцию запустили. Да-да. Может, мы это зря сделали? Ух ты. Смотри сюда. А, ну, видите, да? То есть, соответственно, отработанные там, это, это, ну, то есть, какая-то газовая станция, ПАТОС-2, да? По выработке, допустим, может быть, даже если... Так, тихо. О, что это? Что происходит? Эй, тут кто-нибудь есть? Так, тихо, мои дорогие. Эй, эй, вы меня слышите? Я слышу вас. Эпсилон, что происходит? Я не знаю, я тут вроде, как только что очнулся. Помните, прямо сейчас? Там сиденье было, шлем. Правда? Как вас зовут? Саймон Джарротт. И что вы... Ах, блин, сигнал, чёртовая передачка. Где вы сейчас находитесь? Ну, где-то, где передаётся в ТОР. То есть электростанция, то есть трансформатор. Трансформатор. А, вы, наверное, не в ТЭС. Вам надо подняться по лестнице в центр сверху. Комната с куполообразной. Слушайте, тут что-то... Тут вообще какой-то ужас творится. Эй! Куда вы пропали? Извините, не слышно. Мы потеряли ещё один передач. Послушайте, главное, наверное, в центр сверху. Я буду там. Ну, кто-то живой есть. Эпсилон, лямбда. Видели? Вот они, символы бесконечности, предположим. Эпсилон. Мы находимся. Эпсилон и лямбда. Ну, соответственно, омега, тета. Все эти станции, да? Ну, здесь они назвали этими, соответственно, символами. Понятиями, соответственно. Название дали станция. Да? Эпсилон, лямбда. Омега, видимо, значит, есть. Зета, тета, то есть, тета. Ну, все правильно. Ладно, хорошо. То есть, станция по обработке природного газа. Вот куда мы попали. Видите, да? Судя по всему, я так думаю. Огромная, большая подводная станция использует новые технологии, роботизированную технику. И используют. И случился НИО. Вот этот НИО, видимо, есть искусственный интеллект, который повредил. Вирус, может быть, получил или кто-то намеренно это сделал. Да? Предположим. Так, что здесь у нас? Так, эпсилон в норме. Давление барометров 2,017. Кислород, нет информации. Питание восстановлено. Зафиксировано. Время простое. 143 дня, 11 часов 37 минут. Производство энергии, ну, так и есть. 426 мегавант. Статус, да, ясно все. Но что это нам дает? Мы запустили блок. Соответственно, один блок в рабочем состоянии. По обработке трансформации, передачи мы запустили. Видите, да? По природный газ, 100%. Мы находимся на станции. По выработке, да? По обработке природного газа. Первый его отсек, эпсилон. Который состоит, кстати говоря, я так понял. Из нескольких отсеков. Включая все вот эти символы. Ну, к этому относятся, да? Будем двигаться. Может, еще даже действительно будем в море, да? Не только. То есть, надо же преодолеть. Они разделены. Эти все блоки. Как-то с помощью подводных шаттлов, там. Или скафандр этот оденем. Вообще класс. Вот это будет интересно понаблюдать. Хорошо, поехали далее. Так, поехали далее, мои дорогие. Вот сейчас, наверное, за жопу нас схватит тут самый главный робот игры. Настало время. Мы уже что-то долго ходим с вами. Нас никто не мучает, да? Нам никто не препятствует в нашем с вами продвижении. Настало время появиться страшному роботу. Или робот, или кто там есть вообще. Так, ну что, спускаемся вниз. Там я навряд ли смогу перескочить, да? Пробуем внизу. Посмотри, что к чему-то. Ага, отлично. Обратно уже не вернусь. Так, обратно я уже не смогу вернуться. Блин, ну мне вообще все нравится. Отдельная благодарность тем людям, которые мне посоветовали эту игру. Супер игра, вообще класс. Вот таких побольше советуете. Именно вот таких вот игр. Робототехника, стилистика. Так, тихо, точно нарисовался. Я вообще буду в шоколаде. И мы будем с вами вместе наслаждаться. Насыщаться, напитываться. Вот она эта Гидра. А, ну обычный робот, да? Ничего такого прям... Я не увидел обычный робот, который... Ну, то есть, тот же вариант, та же серия, которую мы наблюдали, когда я информацию снимал. Та же серия выпуска этих роботов, да? Обычный механизированный робот. Хотя он весь светится. Может, там еще какой-то дополнительно у него способность есть у этого робота. Он приобрел, да? Допустим, искусственный при... Напитал, ну, то есть запрограммировал он там. Но он более умный, не просто механизировал. А, ну, наверное, сейчас мы как-то обмануть ему надо, что ли. Ну, давайте осматриваться. Куда он пошел? В нашу сторону, кстати, не поворот. Мы успеем пройти, так что здесь у нас. Внимательно смотрим. Так, 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 так. Это что такое? Повернуть, что повернуть? Чтобы вращать маховик. Ну, наверное, надо вращать. Давайте вращаем. Ага, отлично, оторвался. А, ну, нужно? Так, тихо-тихо, мои родные. Он сюда ползел. Он по нашу душу ползел, да? Где еще один маховик? Так, а вот для чего надо, да? Подключить консоль. Так, уходим, уходим, уходим. Он бежит сюда. Бежим, 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 бежим. Бежим, он прыгает. Прыгаем. Опа, бред, не допрыгну. Не допрыгну. Куда бежим? Не знаю, куда он не бежим. Куда-то надо бежать. Давайте вот сюда куда-нибудь. Отбежим. Отдышимся. Если он за мной бежит, то все. Нам не судьба. Отсюда привстанем. Он потерял меня из виду, нет? По-моему, он потерял нас из виду. Я оторвал, короче говоря, вентиль. Его надо как-то использовать, да? То есть не его используют, там дальше консоль. Видели, там дальше консоль какая-то, что ли? Что-то надо включить, подключить. Там нейронная связь. Еще одна клетка, да? Еще одна клетка головного мозга, предположим. Я не знаю, я не успею наверху, да? Он меня захомутает. Придется вставать. Или успеем? Успеем, нет? Ага, отлично. И да. Что-то произошло, честно вам скажу. Все сломалось, там разрушилось, да? Как только я коснулся этого объекта, что-то сломалось. Надо бы еще подробнее понять, что мы делаем. Это то, что я предположил, не факт, что правильно. Нейронная связь, клетки мы восстанавливаем. Ну, если учитывать, что он в симуляции находится, да? Прикасаясь, он, кстати говоря, похож на нейрон. То, соответственно, мы связуем нейронную сеть. Единую целую с помощью прикосновений. Устанавливается между клетками связь, да? Ну, это я так думаю. И, соответственно, исцеляем свой мозг. Исцеляем свою болезнь. Так, ладно. Надо как-то наебать этого робота. Дальше прорваться. Побыстро. Но он не поворотный, да. Не должно возникнуть у нас проблем. А давай за ним. Знаете, как надо их? Как я делаю? Всегда двигаешься за ним. Вот прям. Просто на расстоянии держишься. Примерно вот так вот. И двигаешься за противником. Да? В таких вот играх. И никогда ты не... Соответственно, не будет проблем. Вообще не возникла. В плане, как обойти, как... Это касается всех игр, кстати говоря. Подобных, я имею в виду. Где надо обойти врага, чтобы он тебя не заметил. Надо двигаться сзади, за ним, там, на приличном расстоянии. Естественно. Вот видите, он даже... Соответственно, он схематично двигается. Так, ладно, это не важно. Что тут надо было сделать? Я оторвал какой-то винтик. Для чего я это сделал? Не ясно. Для чего я это сделал? Там какая-то консоль впереди. Ну, тихо, аккуратно, ребят. Вот она консоль. Как взаимодействовать? Консоль не активна. Значит, она не сюда. Где-то дальше нам двигается. Там тоже ничего интересного. Вон, переди лестница. Отлично. Идем туда. Робот уже, кстати говоря, робот где-то... А, вот дверь. Отсюда он выше. Отсюда вышел робот. Давайте сюда нырнем, посмотрим. Что тут у нас? Ага, вон вентиляция. Вентиляцию надо прыгать. Что-то открыл. Я, кстати, вентиляцию... Да. Нет, вентиляцию ты не сможешь. Другой, короче, даже... Сюда я не смогу привезти. Там все завалено. Взаимодействие я имею в виду совсем другое. Вот какая-то вентиляция. Нужно подключить ее. Тихо. Тихо, 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 тихо. Он совсем рядом. Этот жуткий... Кстати говоря, скрежущий этот звук тоже на нервишке-то действует. Робот-то не страшный, да, в принципе, да, что-то механизм. Но какие он звуки уже ужасные издает. Это отдельная песня, хочу сказать вам. Вы это слышите, да? Так, все, он по кругу ходит. Вот, нам надо, наверное, куда-то выше, что ли, подниматься. Давайте попробуем. Так, это что за консоль неактивная? Может, надо что-то запустить тут, не знаю. Сейчас разберемся. Так, вот какой-то рычаг. Давайте попробуем использовать этот рычаг. Что он делает? Так. Ага, он открывает дальше проход. Отлично, ладно. Не знаю, все ли я там правильно сделал внизу. Ну, и можно закрыть, да, чтобы робот не прошел за нами. Мы, наверное, закроем, да, или что это такое. Пробуем. И... Да, отлично. Так, великолепно преодолели препятствия, я думаю. Робот уже не сунется за нами. Ну, классно. Честно скажу, мне понравилось. А, тихо, не сунется. Он долбится уже. Так, давайте-ка пошустрее. Он уже не сунется, да? Не тут-то было. Так, и куда мы попадаем? То есть, что нам по радиосигналу попасть? Она сказала, да? Какой-то женский голос в центр связи. Да, в центр связи. Нам нужно найти центр связи. Ох, черт, плохо дело. Я вырубился. Эмми, Роджерс. Ребята, вы где? Вы меня слышите? Мне помощь нужна. Так, ребят, мои дорогие. Там кто-то о помощи просит. Ну, я думаю, сейчас-то пока можно, наверное, это, да? Расславец? Давайте попробуем помочь кто-то. Эмми, это ты? Что стало с местом пилота? Так. Так, 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 так. Пока все складывается хорошо для нас, да? Наверное, стоит подойти. Там какой-то робот, да? Или что там? За механизм? Робот, да? Да, точно, робот просит помощи. Ремонт? Что вы там делаете? Так, робот просит помощь. Давайте попробуем чем-то помочь. Да что там с вами такое? Ага, с ним поговорить можно. Пошли. А вы кто? Вы слепой? Это я, Карл. Карл Сонкин. Объездчик. Что, не знаете такого? Я вообще-то нет. Ну, спасибо, вы мне очень помогли. Я же тут на полу не валяюсь. Чего там? Так. Что вообще случилось? Вы человек? Блин. Что, по телу заметно? А я-то скрыть пытался. Да, я человек. А вы? Меня зовут Саймон. Меня зовут Саймон. Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький. Мы туда поняли. Слушайте, я ранен, как вы заметили. Если видите кому-нибудь, скажите, что я тут нахожусь. А где вы находитесь? Вы серьезно? Я живет. Видите? Машу руками. Посмотрите. Привет. Хорошо, хорошо, понял. Я просто вас не вижу. Я вижу машину, говорящего робота. Вы куда там смотрите? Я тут, видите? Ага, вот интересно. А, понял. Я просто не ожидал, что вы вот такое. Вы зацепили на внешности. Вы это знаете? Как вы поранулились? Точно не знаю. Вы любите самодолго. Не могу вспомнить, как я сюда попал. Короче, роботы начали считать себя виденными. Понял смысл? Я был на месте пилота. Универсальным помощником. Но этот робот такой, вот как они, только быстрее. Короче, я работал с стекловыми экранами. И потом ничего не понял. А, нет, даже не так. Дистанционно управление. Вы дистанционно управление роботом? Да, так и есть. Ну, все время такое. Роботы-то с вами совсем не справятся. В микросхемах инкулиции нет, знаете. Может, вас как-то затянуло робот? Да, разум прочно с ним связывается. Но нет, это вряд ли. В саде, говоря, интересно. Слушайте, я не хочу вас пугать. Мне кажется, что вы попали в робота. А я вам говорю, проверьте зрение. Я тут, я вижу обе своих руки, обе ноги. Когда управляешь, видишь, что ты видел с роботом. Своё тело при этом не видишь. Всё ясно, что произошло. Проделки искусственного. Поняли, да, ребят? Мне очень больно. Найдите помощь. То есть, найдите кого-нибудь, кто может помочь. Так, давайте осмотримся. Во-первых, интересная вообще задумка. Ещё один подход вы уяснили. Дистанционное управление роботом. Человек сидел где-то за компьютером или там шлемат надел, управлял этим роботом, да, на поверхности, допустим, планеты, хотел сказать. Не планеты, а в водной структуре, да, производил кое-какие работы. Так, а это что за рычаг? Ух ты. Ну-ка, давай. Нет, нет, я не смогу. Оставьте это, пожалуйста. Так, ну, по-моему, с помощью этого рычага. Рыдание, да. Не стоит этого делать. По-моему, я ему дополнительный ущерб нанёс этому роботу. Но это робот просто искусственный перенаправил всё сознание, да, человека в этого робота. И, соответственно, он отождествляет себя, робот отождествляет с человеком. Или наоборот. Всё это проделки искусственного. Можно так и положить. Настоящую... Простите, кажется, я вам повредил. Неважно, главное, врача не найдите. Может, логи... Может, логичная механика? Да вы что-то... Вам что тут, клава надо? Ну, вы же, мать его, робот. Правда? С ногами, руками, лицом? Вы что, бредите? Ага. Видите, мои дорогие? Ладно, успокойтесь, я не буду вас больше беспокоить. Да забитый махер помощь уже достал меня. Не трогай отвалеть сюда. То есть, получается как? Человек дистанционно управлял этим роботом. Искусственный получил вирус и даже, вполне возможно, самостоятельно как-то перенаправил его сознание в этого робота, и робот, соответственно, стал человеком. То есть, этот робот видит себя под человека, его сознание, виртуальная копия этого сознания находится в роботе. Можем такое предположить? Человек давно уже мертв. Человек давно уже мертв. То есть, искусственный убрал всех людей, и тут, соответственно, только роботы все остались. И сознание людское, которое дистанционно управляло этими роботами, внедрено в машину. И машины начали считать себя людьми. Можем и такой вариант предположить. Как вам расклад? Это симуляция. И еще дополнительно к этому накидываем ту информацию, то, что говорил я вам ранее. По поводу того, что мы сидим в клинике, и все это симуляция мозга после прочиненных им кошмаров. Ну, то есть, на основе мысли-образа и мысли-формов симуляция создает подобный мир. То есть, двойной подход у Исири, да? Тут работа искусственного, внедрение сознания человека в машину, машина отождествляет себя с человеком. Плюс ко всему прочему, симуляция виртуального мира основана на мысли-формах, мысли-образах самого человека, его восприятии. Вот такой вот подход. Это пока на этом остановимся, а там будет видно. Возможно, я ошибаюсь. Поняли, да? Вполне тут может сложиться все иначе. Так, вот смотрите, какие-то еще дополнительные рисунки интересные, да? То есть, скорее всего, так. Но он лишь считает себя человеком, этот робот, да? То есть, настоящий человек дистанционно где-то сидел в этом, комплексе «Эпсилон» отдельно, там есть у них комнаты. Соответственно, где-то на воде этот робот или здесь трудился, там, в водных ресурсах добывал какие-то, убирал преграды, дабы, чтобы буриться дальше. Ух ты, какая красота! Вот вам цивилизация подводного мира. Океан не изучен. Мы об океане знаем только 10% информации по поводу подводного мира. Представьте себе, 80-90% мы не знаем, что творится под водой. Никакие ученые группы, вообще никто и ничего, и никогда. У нас нет технологий туда проникать и в глубь глубоко, и везде. То есть, это самая закрытая тематика. Так, а вот карта. Так, вы здесь. Где мы находимся? Мы находимся на контрольной станции. Станция контроля, а нам надо попасть в центр связи. Завод, электростанция, администрация, центр связи. Ну, соответственно, нам надо куда-то выше идти. Видите, там стрелочка показана. Открывать, ну, там заблокировано, наверное. Соответственно, ассамблея. Шаттл стейшн. Станция Шаттл. Вот, вот я вам точно, все правильно мы мыслим, мои родные. Соответственно, есть какие-то шаттлы. Нисколько пешком, да. Сколько, наверное, будем использовать шаттлы, подключать. И между станциями двигаемся на шаттлах, чтобы, во-первых, быстрее. Скорее всего, как-то так. Вот, нам наверх надо. Видели, да, там по карте через... Вот сюда нам надо, но тут заблокировано. Соответственно, тут мы не попадаем, да. Как-то надо использовать консоль. Давайте смотреть. Ну, то есть, правильно же, да, мы сюда еще раз посмотрим. Так, то есть, мы находимся в центре света, то есть, на контрольной станции, видите, наш, да, белый, беленький кругляшок, это мы, соответственно, проходим через рабочую, да, помещение для рабочих, для рабочих, да, там, наверх поднимаемся и попадаем в центр света. Короче, выше нам надо, на самый верх поднимаемся, вот и все. Так, что здесь? Ну, надо как-то разблокировать этот проход, сейчас будем искать, найдем. Там робот, по-моему, долбится, вы слышите эти звуки? Вообще, по-моему, так, тихо-тихо, мои дорогие. Не пропускать сканирование. Сканирование объектов тоже немаловажная деталь в этой игре, я так понял. Там он еще опять у нас один. Так, ребят, продолжаем, продолжаем двигать сие творения. Где-то здесь я видел у нас еще один нейрон. Надо укрепить связи, да. Или если вдруг тут что-нибудь случится, оставим, он уже вроде как и лечится, да. Вдруг сейчас этот робот прорвется там внизу, что-то шум. Они ломают двери, как мы поняли в начале игры. Он спокойно выбивает все эти двери, эти роботы. Так, войти в систему, нужен код, да, код доступа найти. Неверное имя входа. А, ну, само собой, надо код доступа искать. А где нам его найти, мои дорогие? Беспорядочный наберем ради интереса. Четыре цифры надо найти, короче, ищем четыре цифры. Поняли, да, четыре цифры ищем. Внимательно осматриваем все. Так, пока не будем спешить нейронную связи укреплять. Соответственно, вдруг, действительно, сейчас что-то я сделаю, нарисуется робот, он меня поймает, и я успею восстановиться, да. Это однозначно, типа, как лечилка, да, но и не только. По нашему с вами рассуждению, мы поняли, что это укрепляет нейронную сеть. Связь, связь, связь между нейронами и клетки восстанавливаются. Сейчас, пока так предполагаем, я уже говорил, соответственно, ищем код какой-то надо, чтобы дальше проход, видимо, открыть, да. Смотрим внимательно. Вот, видите, она тут закрыта, мы по карте поняли, что она наверх попадает. Там вон двери, кстати говоря, надо внимательно смотреть. Там, блин, он, по-моему, ломится сюда, этот робот, ребят, мои дорогие. Эта гидра ломится сюда, но он сейчас точно там все сломает. Я вам гарантирую, он сейчас все, значит, там сломает и придет за нами. Надо быстро, видимо, шевелиться. Так, что здесь? Ух ты! Еще один поломанный робот. Еще один поломанный робот. Не, ну классная игра. Я думаю, вы со мной согласны, поддерживаете меня, да. Вообще, офигительно. Мне даже, по-моему, больше, чем наблюдатель нравится эта игра. Не, наблюдатель тоже супер, супер-пупер, но это вообще не что-то с чем-то. Так, считываем информацию. Мы перекрыли все, все от казанг до центра связи. Если кто-то туда еще зайдет, ему немного придется... Ой, 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 ой. Карл, Карл, что с тобой? Карл, мой дорогой Карл. Его робот укусил. Отвали от меня. Отвали, я сказал. Ты, дерьма, кусок, отвали от меня. Короче, откусил голову этому Карлу. Роботы взбесились. Видите, да? Какая интересная задумка. То есть... Подключить мы сможем. Нам, в принципе, незачем этого делать, да? Мне, во-первых, надо код найти. Так, осмотримся. Нам надо код с вами найти, да? То есть... Задумка такова. Задумка вообще глобальная. Столько тематики можно поднять в этом... Прохождение мы уже поднимали. Я вам рассказывал. Все это пока держится на этом уровне. Неясно, насколько верно мы рассуждаем. Все, что я говорил, все вот эти взаимосвязи, так, чтобы вам понимать. Держимся этого ракурса, а там потом видно было. Субтитры создавал DimaTorzok